Тушение пожара в Тамбовском районе обернулось трагедией. На пожаре сгорел автомобиль местной пожарной части и пострадал сотрудник ведомства. 26-летний житель села Муравьевка Александр Кошелевский с ожогами тела около 70% доставлен в ожоговое отделение. Молодой человек работал в пожарной части в должности водителя. Подробности этой трагедии узнавала наша съемочная группа. Как уверяют теперь, возможно стечение обстоятельств. Но это стечение стоило здоровья сотрудника пожарного поста села Муравьевка. Александр Кошелевский работал в организации в должности водителя. Как он оказался в огне и почему пострадал, его маме остается только догадываться. Может быть там сразу сыграла роль человеческий фактор. То есть, ну по моим предположениям, он не должен выходить, был из машины. Но он скорее всего, я знаю, что вот и Галина Владимировна скажет, что он такой, что он ринется помогать. Ребята будут тушить, он не усидит в машине. Как там дальше сложились обстоятельства, я не знаю. В тот же день, в пятницу 23 октября, Александра доставили в Благовещенск. Шла речь и о транспортировке в Москву. Впрочем, его состояние здоровья сделать это не позволило. Мама и жена молодого человека остались здесь, в Муравьевке. Говорят, на работе перенести всю боль им гораздо легче. Нет, в реанимацию никто не пустит. Он в коме, и пока он не выйдет, хотя бы в стабильное состояние. А врачи что говорят? Крайне тяжелые, вот только что звонила. Крайне тяжелые, улучшений никаких нет. Как оказалось, у мужчины повреждены 75% кожных покровов и внутренних органов. По словам Светланы, ее сын работал на посту уже около трех лет. Как рассказала глава села, раньше там был больший штат. Оснащена у них одна машина, работают у них пять человек. Раньше, конечно, у них были помощники, были водители и бойцы. Но потом, вот эта перестройка, что у нас получилось, что у нас только одни водители и руководитель пожарного поста. В день трагедии огонь гулял по полям Тамбовского района, в окрестностях сел Гельчин и Свободка. На его тушение отправили всю бригаду из Муравьевки и группу пожарных из Тамбовки. Стихия, к слову, разошлась благодаря ветру. Все не в том, что как это произошло, это, видимо, от ситуации. Тем более, такой эрганный ветер был. И это такая ситуация, что тут непредсказуемо может быть. В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности со слов коллег Александра уже составили полную картину произошедшего и реконструкцию событий. По правилам оставлять кабину автомобиля Александр не мог. Оценив ситуацию, водитель понял, что с одной стороны к машине подходит огонь. Тогда же мужчина въехал в кукурузное поле задним ходом, чтобы уйти от пала. Скорее всего, времени ему не хватило для этого маневра. Огонь стал подходить с правой стороны. И, двигаясь на автомобиле, автомобиль у него по ходу движения заглох. Ну и он принял решение эвакуироваться из кабины пожарного автомобиля. И он с правой стороны выпрыгнул, пытаясь проскочить этот огонь. Как уверяют в центре, именно таким способом передвижения можно получить минимум повреждений. Ну а тут с Александром сыграла злую шутку его экипировка, которая попросту на нем оплавилась. Исходя из того, что он является водителем пожарного автомобиля, на нем не предусмотрена боевая одежда, как у пожарного. То есть он был просто в форменной одежде, в синей, такая форма, как МЧС. На помощь мужчине сразу же кинулись его коллеги. Гораздо меньший объем повреждений получил и начальник Муравьевского пожарного поста. Ну а в итоге автомобиль получил косметические повреждения. Но судить о том, не обернулось бы все трагедии, если бы Александр не покинул кабину, здесь не могут. Как отмечают в Центре гражданской защиты и пожарной безопасности, немалую роль в этой трагедии сыграло и место возгорания. По предварительным данным, поле могли поджечь и владельцы покосов. Оттуда стихия перешла и на кукурузу. Тут я считаю, скорее всего, стечение обстоятельств, погодных условий, штормового ветра. Ну и плюс, все-таки, наверное, так как это были поля кукурузные, стояли до сих пор не убранные. Вопрос, наверное, к собственникам этих сельхозземель. На место уже не раз выезжали специалисты с инспекцией и проверкой, в том числе и правоохранительные органы. Сейчас Александр по страховке получит определенную сумму денег. Сбор средств идет и среди его коллег. Но для его родных сейчас самое главное, чтобы он вышел из комы. Об остальном пока не думают. Тем более, ни на кого не держат зла. Дело в том, что это такая служба. Ну, все может в жизни случиться. Как там, что случилось? Ну, так должно, значит, было случиться. Что же теперь? Любовь Ломака, Сергей Захарушкин, Амурская служба новостей.